Традиционный арбузный кросс самый массовый по числу участников. В этом году были побиты все рекорды. Более полутора тысяч человек приняли участие в забеге. Самому юному спортсмену едва исполнилось два года, а самому старшему за 80. Я заняла первое место и участвовала в соревнованиях и всех обогнала. Настроение отличное, мне очень понравилось бежать. Еще раз приедем в следующем году. Сегодня в Одинцово спорт, массовый спорт, он достаточно на высоком уровне и каждым годом, это показывается, каждым годом идет прирост и прирост участников в любых соревнованиях. Не только в арбузном кроссе, но и в лыжных гонках именно здесь и в других видах, а особенно в секциях, что немаловажно, что увеличивается массовость почтения детей в спортивных секциях. Кстати, для того, чтобы принять участие в кроссе, совсем не обязательно быть профессиональным спортсменом. Большинство – любители. Здесь никто не останется без награды. Обещанные арбузы получит каждый. Я уже выиграла конкурс, я пришла с мамой, всей своей семьей. Я довольна собой, но я очень сильно устала. Трассы там, как горки, это просто там скользко. Ну, это приятно, эти как бы приключения, можно сказать, камни всякие. Ну, это приятно, потому что это как бы, можно сказать, жизненный опыт. Преодолеть дистанцию со всем юным участникам помогали родители, а вот ребята постарше выкладывались на полную. Встать на пьедестал хотел каждый. Конкуренция серьезная. Я занимаюсь лыжными гонками, готовился я к этим соревнованиям, бегал каждый день и подтягивался. Людмила Федорова всю жизнь посвятила спорту, и сегодня она каждый день ходит в тренажерный зал и старается поддерживать хорошую физическую форму. В арбузном кроссе участие принимала впервые. Раскроем небольшой секрет, этой участнице недавно исполнилось 75. С дистанции она справилась отлично и заняла первое место в своей возрастной группе. Я бежала первой, я боялась, что я дистанции не найду, но там все организовано так, и все подбадривали, все удивлялись. Мне это приятно, конечно. Потому что в моем возрасте нужно быть очень нужной и востребованной. Рекордное число участников арбузного кросса говорит о том, что массовый спорт в Одинцовском районе набирает обороты. Людей, которые ведут активный образ жизни, становится все больше. Организаторы считают, что в следующем году рекорд может быть побит. Ожидается более двух тысяч участников. Мария Шматкова, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова. Продолжение следует...